Здравствуйте! Вы смотрите передачу Клягимауэр ТВ студия Курган. Сегодня мы расскажем вам, что такое аспартам, и вы узнаете 5 ошеломляющих факторов о данном веществе. Спор вокруг аспартама, одного из самых популярных искусственных подсластителей во всем мире, обозначающего как Е951, длится вот уже как 30 лет, и несмотря на его доказанную опасность, он с успехом был одобрен. Многие люди до сегодняшнего дня ничего не знают о невероятной истории сахарозаменителя, не говоря уже о его составе и влиянии на тело и головной мозг. Во-первых, аспартам может привести к раку. Он состоит из трех компонентов – аспарагиновой кислоты, фениланина и метанола, все три ядовиты. В частности, свободный метанол высокотоксичен, так как сам по себе он бальзамирует живую ткань, повреждает ДНК и может привести к опухоли лимфатических узлов, лейкемии и другим формам рака. Во-вторых, аспартам приводит к ожирению, так как он нарушает естественную выработку гормонов в организме и повышает как аппетит, так и тягу к сладкому. В-третьих, комиссар американского управления по контролю качества пищевых продуктов содействовал допуску аспартама, хотя в наличии имелись доказательства его токсичности. В-четвертых, аспартам производится при помощи генетически модифицированных бактерий кишечной палочки. В-пятых, аспартам проникает через физиологический барьер между кровеносной системой и центральной нервной системой, благодаря чему может вызвать необратимое повреждение головного мозга. В крайних случаях это приводит к эпилепсии или болезни Альцгеймера, а также прослеживается взаимосвязь с рассеянным склерозом и слабоумием. В связи с этим актуальны слова известного немецкого философа XIX века Артура Шопенгауэра. Кто думает, что в мире черти с рогами, а шуты с колокольчиками, тот всегда будет или их добычей, или их игрой. Если вас заинтересовала данная информация, то мы ждем вас в следующем выпуске. До свидания, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова